Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Утро на Болткоме. Ее сегодня провожу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. И, как я и анонсировал раньше, у нас, так сказать, смена гостей. И сейчас у нас в гостях член правления предприятия общественного питания СЕБ Балтия Крестранс Латвия Аня Таглоиза. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. И сразу уточню для наших слушателей, что в основном вы занимаетесь именно питанием для школ, для учреждений. В учебных учреждениях, но и тоже объединенные рестораны, в офисных центрах. Да, в общем, это как раз та сфера, которая, ну, сложно назвать, сфера, которая не затронута из-за коронавируса, но это та сфера, которая затронута напрямую, потому что до 14 апреля, как минимум до 14 апреля школы у нас не работают или работают удаленно. Но в любом случае, это не то, где место, где ваше предприятие может как-то образом себя проявить. И получается, рынок, он практически потерян. Учитывая, что многие рестораны тоже сейчас закрываются, там ледо, скажем, вчера закрылось. В общем, падает практически полностью, на 100% упала какая-то занятость. В общем, да, и вы выступили с таким как бы пресс-релизом, не вы лично, а предприятие, с пресс-релизом того, что, по вашему мнению, должно сделать государство для того, чтобы помочь вашему предприятию в частности. Я правильно понимаю, да? Да. Вот. И, ну, тут очень-очень многое, там, не знаю, мы пойдем, скажем, отложить оплату налогов, оплатить отпуска по болезни, оплатить фиксированные расходы, там, скажем, связанные с арендой помещения. Аренды коммунальные. Да. Чувствуете ли вы какой-то ответ, отзыв, реакцию от правительства? Ну, обнадеживающий. Обнадеживающий. То есть у вас был диалог какой-то? Да. Мы обратились письмом вместе с Ассоциацией по питанию в школьных учреждениях. Мы тоже написали письмо министру финансов, премьер-министру и политическим партиям. Ну, и мы уже видим, как бы, первые отзывы уже публично, уже вчера было озвучено министром финансов о возможной помощи тем отраслям, которые пострадали в этом кризисе. И одной из этих самых больших, как бы, помощей, что надо было бы, поддержка работникам. Это эти 75 процентов. Ну, на уровне способия по безработице. Да, да. Это, ну, пособие во время простое. Ну, вот, опять-таки, мы уже сказали вначале, что сложно себе представить какую-то отрасль, которая не затронута коронавирусом. И в связи с этим встает вопрос, как вам кажется, как правительство должно выбирать отрасль, которым помогать? Потому что понятно, что на всех средств не хватит, всем помощи не хватит, а затронуты все. Вот как, на ваш взгляд, должно выбирать правительство? Ну, наверное, самые ключевые надо смотреть. Ну, те, которые, ну, да, наиболее затронуты. И потом, что происходит после кризиса. Потому что я все-таки надеюсь, что это, ну, месяц, возможно, два месяца, может, немножко дольше. Но что будет после этого? Ну, вот конкретно после кризиса, например, ваше предприятие, оно же, ну, если я прямо, по крайней мере, ошибаюсь, ну, вот конкретно ваше предприятие, это же, как только школы возвращаются в работу, вы сразу тоже возвращаетесь в бизнес. Именно, именно. То есть вы, например, не так сильно пострадаете. Нет, ну, если не будет поддержки на счёт наших работников, тогда просто предприятия, они будут закрыты, они банкротируют. Многие школьные питатели, они просто не выживут. Потому что работник в общественном питании – это самая большая ценность во всех смыслах. Это, если хороший работник в питании, это очень ценная вещь, но это много стоит. И если мы будем увольнять работников, потом мы их не сможем набрать обратно. И если мы будем держать их, тогда мы не выживем. Но, если скажем, мой вопрос в том, что от государства, в принципе, по большому счёту, вам сейчас нужно просто обеспечить вот эту зарплату, там, 75% от зарплаты работникам. Это частично, да. И, в принципе, всё, потому что главное удержать работников, если они останутся, то чуть-чуть ситуация снимается, и вы работаете. Да, это одна вещь, это один большой пункт, но мы ещё обратились к самоправлениям насчёт аренды коммунальных, чтобы это тоже дать каникулу, чтобы не платить на это время аренду и, возможно, и коммунальные. Ну, и на данный момент одна из больших составных частей издержек – это те издержки, которые у нас есть, когда мы кормим детей в детских садах. Потому что детские сады работают в дежурном режиме. Но детей там намного меньше. Да, если было 200 детей, бывает, что 4 только теперь детки. Но мы должны работать, мы понимаем, что есть неотложные службы, которые должны выходить на работу и детей негде оставить. И, то есть, мы за свои средства работаем в таких обстоятельствах. Не могу не спросить, опять-таки, ну, я, мягко говоря, не профессионал в области питания. Мне интересно, насколько это похоже на то, то есть, вы же, например, простаиваете, скажем, в летние каникулы. Ну, не простаиваете, но у вас же сильно падает. Насколько это можно сравнить? Потому что, если чрезвычайная ситуация будет продлена, то, как говорил наш министр образования, план Б – это продлить учебный год. То есть, у вас, по сути, просто там, скажем, июньский месяц переносится на сейчас. Возможно. Ну, возможно, но получается, что к этому вы тоже как бы не совсем были готовы все равно. Ну, потому что, я думаю, никто не был готов. Ну, я имею в виду, что вы изначально, когда планировали год, планировали, что будет там 3 месяца, в общей сумме даже 4 месяца, учитывая все каникулы. 4 месяца, где у нас не будет школ, не будет детских садов, не будет, ну, детские сады будут, ну, не будет школ. И сейчас получается, что просто этот месяц немножко взвинулся по времени, и это уже все равно сильно ударяет по бизнесу. Ну, надо будет все перепланировать. Потому что, если мы работаем в обычном режиме, тогда уже наши работники, они уже знают, что у них будет возможность дольше отдыхать летом. Некоторые даже никак не хотят работать летом, у них свои планы, она куда-то уезжает, в гости, в село уезжает. То есть, тоже есть время отдохнуть летом. Теперь, как все будет развиваться, трудно сказать, надо будет перепланировать. У нас есть звонок в студии, давайте мы его примем. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать, что нам скажут наши слушатели. Доброе утро. Да, доброе утро. У меня будет несколько вопросов. Вопрос номер один. Как вы думаете, если ваши работники в данный момент уволятся, они смогут найти какое-то другое место? Вы уверены? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Как вы считаете, следует поддерживать только те бизнесы, которые подконтрольны политическим партиям в Латвии? Например, вы, по центрам согласия, да? Или надо все-таки всех жителей Латвии? Или тогда всем не платить? Спасибо. Два вопроса. Давайте начнем с первого. Я так понимаю, вопрос в том, что можно ли… Да, наушники уже можно снять. Вопрос состоит в том, что почему вы опасаетесь, что работники уволятся, все равно, по мнению звонящего, они никакой другую работу не найдут. Не выгоднее ли им остаться в любом случае вас, переждать, а потом вернуться? Потому что всем понятно, что если предприятие не обанкротится, то они вернутся в работу, как только школу вернутся. Ну, я надеюсь, что есть отрасли, которые не пострадали, но у которых вырос бизнес, разные поставки, люди больше идут в магазины, больше покупают. То есть вы боитесь, что ваши работники уйдут в эти отрасли? Они могут найти там работу, но могут найти. Может, это не так хорошо оплачиваемо, то есть повар, если он хороший повар, ему, я надеюсь, лучше нравится работать в своем приеме, в профессии, не где-то у налогового работать. На складе. На складе работать, но поваром именно. Так что я думаю, что возможности есть теперь, но хорошим поваром трудно будет на данный момент именно найти работу, потому что, я думаю, большинство ресторанов испытывает такие трудности. Ну и второй был, да, часть вопросов, что, видимо, опасения высказывает наш слушатель, что те компании, которые как-то связаны с политическими партиями, они получат большую помощь от правительства. Хотя сразу уточню, что, опять-таки, я не могу оценивать правдивость того, что говорит слушатель, но даже если мы примем правдивость и скажем, что тут как связано с согласием, согласие не входит в правительство, ни один министр не является членом партии согласия. Но, тем не менее, есть ли какое-то такое ощущение, что политически правильные предприятия получают больше помощи, чем не связанные с политикой? Что мы слышали, как вчера говорил министр финансов, он говорил о отраслях, не о конкретных предприятиях, то есть об отраслях. Если пострадала отрасль, тогда правительство из той отрасли могут обратиться за помощью. То есть это не поименно каким-то конкретным предприятиям. К нам достаточно часто, опять-таки, в связи с коронавирусом приходят разные предприниматели. И один из вопросов, который постоянно звучит и от слушателей, и теперь уже и от нас, нет ли возможности как-то немножко перепрофилироваться? В том плане, скажем, ну вот, ваши предприятия могут, например, заняться доставкой, потому что детям все равно надо кушать, они работают из дома, не из дома. Но, скажем, родители могут, не знаю, подписаться, что вот в 12 часов моему ребенку по такому-то адресу приедет горячий обед. Ну, например, я сейчас придумаю, конечно, ходу, но идея такая. Есть ли у вас возможность какая-то перепрофилироваться или это слишком сложно и в краткие сроки это невозможно? Ну, это немножко другой бизнес, это не наш прямой бизнес, ежедневно мы немножко в другом сегменте работаем, но есть уже теперь рестораны, которые в этом сегменте работают. Я думаю, что они более это развивают, этот именно бизнес доставки. То есть вы не сможете войти в этот рынок сейчас? Это потребует времени, но надо смотреть, как это будет развиваться в будущем, но это потребует какой-то перерантьевки, чтобы мы как-то перероганизовали себя. Сегодня, мы говорили до эфира, сегодня в 14 часов правительство соберется на чрезвычайное совещание, которое будет как раз-таки посвящено тому, как именно и как конкретно будет помогать правительство предприятиям. И ожидается, что в конце этого заседания выйдут, собственно, министры и скажут, будет вот так, так и так. У меня первый вопрос, будут ли представители вашего предприятия как-то там связаны или, не знаю, получать информацию оперативно с того совещания, или вот когда выйдут, тогда и все узнают. И второй вопрос, что вы будете делать, если помощь правительству окажется недостаточной для сохранения вашего предприятия? Мы всегда с интересом смотрим в последнее время все новости, когда это прямой эфир идет, мы как бы очень многие коллеги и коллеги по отрасли… Но представители не приглашены, я имею в виду. Нет, нет, мы всегда как бы наблюдаем со стороны, ну, надеемся, что будет приниматься правильное решение об этом, как вчера министр уже говорил. Ну да, министр обещал, что действительно будет помощь, но вот в случае, если все-таки нет, потому что, да, у нас ограниченное средство, найден миллиард евро, насколько я понимаю, и вот миллиард евро нужно распределить на все, включая, скажем, и медицину, и туризм, и гостиничный бизнес, которые тоже являются одними из приоритетов в помощи, насколько я понимаю. Вот, если все-таки вот ваше предприятие не получит достаточной помощи, что тогда? У вас есть какой-то план? Что еще хотелось заметить насчет школьных питательных предприятий, то есть в бюджете есть средства теперь и в самоуправлениях, и в государственном бюджете есть деньги, которые запланированы на питание детей первых четырех классов. В некоторых самоуправлениях даже больше. То есть теперь это не будет использовано по прямому намерению, это может быть как бы, ну, другое распределение этих средств. То есть резервация в бюджете есть на такие издержки. Это одно замечание. То есть вы надеете, что все-таки надо такой положительный результат, потому что деньги есть? Ну, в полном объеме мы понимаем, конечно, никто без убытков не выйдет. Мы тоже понимаем, мы уже подсчитываем эти убытки. Это будут убытки, это большие убытки будут. Ну, убытки предполагаются в целом, насколько мы там скажем, господин Добровский вчера сказал, что рецессия будет практически во всех странах Европейского Союза, и это неминуемо. Это не то, что после этого будет, но теперь уже, потому что 75% это не стопроцентная заработная плата. Если мы хочем удержать своих хороших работников, это будут расходы. Есть другие расходы, кто никто нам не возмездит. Это наши расходы будут, а доходов практически приближаются уже к нулю. Так что расходы будут вне зависимости, какие решения будут приниматься государством. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон прямого эфира или номер ватсапа 230-6191. У нас есть еще несколько минут, когда вы можете задать свой вопрос. Напомню, что у нас в гостях Анна Деглейс, да это членоправление предприятия общественного питания, Севбалтик Ресторанс Латвия. Говорил вчера или позавчера премьер-министр Латвии Кришнис Каринч, он говорил о том, что несмотря на всю ситуацию и с коронавирусом, и экономической рецессией и так далее, что налоговая реформа остановлена не будет, что она будет продолжать деятельность, и здесь как бы никаких изменений ждать не требуется. Вот вам, как предпринимателю, вам это скорее хорошо, что ничего не надо хотя бы в этом месте перепланировать, здесь уже как будет, так и будет, или все-таки хотелось бы, чтобы давайте все-таки остановим, подождем, пока экономика не наладится? Ну, нам, как основной бизнес, питание в школах и работники, это наша главная забота. Главный интерес, чтобы снизились налоги, которые связаны с заработной платой. Ну, вот одно из ваших предложений, собственно, и было, налоговые каникулы на год, но, опять-таки, я не знаю, насколько вы там тесно общаетесь с министром финансов, но есть ли у вас какая-то надежда на то, что это будет реализовано, или только оплата зарплаты, все, а налоги уж, извините? Я надеюсь, что будет, у нас большая надежда, что это будет, но если это только каникулы налогов, это не поможет. То есть, должна быть и налоговая каникулы, и оплата аренды, и пособия заработникам, это все в комплексе, иначе этого не сработает. Уже некоторые, мы уже связались с некоторыми самоправлениями, которые уже говорят на том, как снизить аренду на время этого простоя. Может быть, вы даже скажете, с какими самоправлениями проще всего сотрудничать? То есть, олайны и самоправления Риги. А, ну, то есть, такие были близкие. И олайны. И уже говорили с Огре, Икшчелла, Адажи. Если немножко отойти от темы коронавируса, в принципе, говорить про питание, потому что это тоже в этом году, даже не в прошлом году, это была одна из горячих тем, потому что министр образования предложила переложить часть расходов на питание детей с плеч правительства на самоуправление. И многие самоуправления, практически все самоуправления, они были либо нейтрально настроены, либо даже остро негативно, говоря о том, что, ну, все-таки у нас тоже есть свои нужды и так далее. Вот вы в тот момент, еще до коронавируса, каким-то образом чувствовали опасность, что, скажем, самоуправление откажется или передаст другим предприятиям местным, скажем, вот это все? Да, мы смотрели с некоторым опасением на этот такой неприятный исход, возможно, неприятный исход, потому что уже перед этим кризисом ситуация уже, она зарывает, она не очень-то пристая, в последнее время очень выросли цены на сырье и издержки на заработные платы, на налоги. То есть, все издержки растут, а этот, в большинстве случаев, евро 42, который на комплексные беты, это остается фиксированным уже продолжительное время и, ну, более и более затрудняет работу в этой отрасли. То есть, это, кстати, вот интересно, потому что, действительно, эти цены, они фиксированы, что понятно, потому что у детей, ну, дети должны питаться в любом случае, независимо от их доходов, и, конечно, правительство старается удержать эту цену, ну, какой-то плюс-минус минимальный, но при этом предприятиям становится все менее-менее выгодно работать в этой сфере. Есть ли какое-то опасение или вероятность того, что в целом, ну, в какой-то момент это станет невыгодно всем, и дети останутся без питания, или раньше, чем это произойдет, все-таки цену просто повысят? Я думаю, что, ну, должно быть как-то, ну, осознанное решение, это, я думаю, что не будет такой тупиковой ситуации, но просто хочу подчеркнуть, что ситуация непростая, уже без кризиса непростая ситуация. А тут еще и коронавирус. Да, так что это еще усложняет ситуацию, потому что на некоторые, скажем, на свинину цены выросли где-то близко к 40%, то есть резкие выросли цены. Ну, то есть, а еще и на продукты выросли цены? Да, именно. Хочется прямо спросить, извините, конечно, но вам же сейчас не нужны особенно продукты. Ну, до того было сложно, но... А, то есть это еще до коронавируса? До коронавируса, до коронавируса. То есть, ну, прям резко выросли. Да, уже мы как бы думали и планировали, что делать, как это будет выглядеть в этом году, как мы будем организовать свою работу. У нас уже заканчивается время, отведенное для интервью, но, опять-таки, не могу не спросить, может быть, все-таки... Потому что мы только что, вот у нас, да, в гостях была предприниматель Диана Новицкая, она говорила о том, что, несмотря ни на что, есть какие-то там минимальные положительные стороны. Там, работать на удаленке, которую осваивают многие предприятия, повышение там самодисциплины. Тогда, в общем, есть моменты, которые все-таки являются положительными. Но у вас, конечно, там, скажем, наряду с гостиничным бизнесом я не вижу вообще... Такой возможности. Вообще никаких положительных сторон нет, ничего. Все плохо. Ну, к сожалению. Ну, просто можно видеть, что вот хорошая команда, что коллеги, на которых можно положиться. Это любое, как бы, испытание показывает, кто есть кто и, ну, дает утверждение, что команда хорошая и можно проходить через такие трудности. Но ведь, опять-таки, насколько я понимаю, есть еще вещи, которые вы делаете. То есть, у вас не закрыт бизнес на 100%. Что-то вы делаете. Насколько тщательно и как именно вы следите за тем, чтобы, не дай бог, никто больной или там зараженный не попал? Потому что мы знаем, что коронавирус зачастую, он без симптомов протекает там первые дни. Как вы проверяете своих работников? Мы стали уже опасаться этого уже в конце февраля. Еще в Латвии не было никто не заражен этим вирусом. Мы уже собрались и сделали план действий, как предотвратить это, меры предосторожности. Сделали детализованные инструкции для наших работников, ознакомили их, повторили обучение насчет дезинфекции, как следить, чтобы были все меры соблюдены. И попросили всех многократно, если кто-то возвратился из путешествия, не идти на работу, как бы идти в самоизоляцию. И если у кого есть какие-то связи и коммуникации с тем, кто приехал откуда-то, тоже... Но это в основном самодисциплина, получается, нету каких-то, я не знаю, проверок температуры на входе или там чего-то. Мы каждое утро переспрашиваем работников о их состоянии здоровья, чтобы не было того, что кто-то, ну, немножко неладно себя почувствовал, но идет на работу. То есть, ну, делаем все возможное насчет дезинфекции, насчет состояния наших работников, чтобы предотвратить возможное где-то заражение. Спасибо. Могу только пожелать, чтобы все сложилось хорошо, и чтобы правительство сегодня приняло решение, которое вас спасет. У нас в гостях было член направления предприятий общественного питания СЕБОТИК РЕСТОРАНС ЛАТВИЯ АНИТА ГЛАИЗДА.